Благоустроенных дворов и общественных пространств в республике должно быть больше. Как прийти к этому совместными усилиями, обсуждали сегодня за круглым столом главы городов и районов, председатели объединений, собственников и профильные министры. О новом парке в Яльчикском районе говорят по всей республике. Колоритные скульптуры, уютные скамейки и благоустроенные цветники. Это одна из лучших практик Чуваши в реализации регионального проекта формирования комфортной городской среды. По той же программе в этом году заметно обновился и Мариинский посад. Что в городе, что на селе, в благоустройстве территорий заинтересованы и сами жители. Для этого работает программа инициативного бюджетирования. Более шести сотен проектов в этом году получили реализацию. Время строить планы на будущее. На каждом совещании заслушаем глав сельских поселений. И в этом году примерно у нас где-то 25-27 проектов будет из 9 сельских поселений. В основном сейчас акцент мы сделаем на ограждении вокруг кладбищ. Установка заборов, реконструкция памятников и в некоторых населенных пунктах это ремонт и строительство дорог. Мы вовлечены, или жители населенного пункта, или микрорайона вовлечены, участвуют в проекте. Кто-то рубль кладывает, кто-то 10 рублей, кто-то 1 тысячу рублей, предприниматели там несколько тысяч рублей кладывают. К этим выполненным работам и к этим объектам совсем другое отношение всех жителей. Мобилизация людей здесь очень важна. Поэтому наша с вами задача в 2020 году еще лучше сработать. Но для этого сейчас надо проводить работу по тем проектам, которые у вас уже есть. Активные жители и в Чебоксарах. На круглом столе присутствовали председатели территориальных объединений собственников. Они ведут работу с жильцами многоквартирных домов, привлекая тех к обустройству дворов. Сегодня наш ТОС Кадыковский имеет готовый проект по созданию нового комфортного двора по проспекту тракторостроителей 21-23-27. Он рассчитан на сумму более 5 миллионов рублей. Мы запланировали ремонт асфальта, проездов и тротуаров, установку детского и спортивного оборудования, казонное покрытие для футбольного поля, устройство освещения. Разрабатывать проекты и проходить процедуру согласования – сложнейшие этапы. В прошлом году из-за неверно оформленных документов не удалось освоить федеральные средства. В этом году деньги перераспределили на уже готовые проекты. В будущий год Минстрой по поручению главы Чувашии разрабатывает типовой пакет. Сегодня наложена работа главным архитектором, центром ценообразования. Мы сегодня формируем ряд проектов. Это порядка 30-40 типовых площадок будет разработано. Они уже в работе, уже работа завершается. Я всем главным говорю, что вам только придется привязать эту типовую привязку. Там будет подсчитана цена, будут определены мафы, будут размеры этих площадок. Вам только нужно будет выбрать и привязать к своему населенному пункту и к своим реальным действиям. Эту работу мы провели по указанию Микола Васильевича, по поручению. И это будет, я считаю, большую помощь. То есть нужна привязка, будем работать вместе с вами над привязкой. Но проекты, еще раз говорю, готовьте заранее. Михаил Игнатьев поручил назначить людей, кто будет в малых городах и районах, отвечать за подготовку проектной документации и следить за тем, чтобы новые архитектурные формы не диссонировали с обликом населенных пунктов. Ирина Волкова, Павел Иритков. Республика.